всем привет как выжить в мире где у людей больше дел нежели часов в сутках первое это здоровый семичасовой сон это основное правило никогда не следует приносить жертву своим делам свой сон он является не менее важным фактором нашей жизнедеятельности чем пища или же вода данные американского национального фонда сна показывают что почти 70 процентов американцев хотя бы раз в неделю не высыпаются из них 40 процентов испытывают влияние нехватки сна на свои рабочие процессы исследования которые были проведены на солдатах американской армии показали что часовое ежедневное недосыпание в течение недели приводит деградации мозга которая эквивалентна например применению 100 граммов алкоголя в то же время научно доказано что полноценный сон способствует креплению памяти внимания а также снижению риска депрессии одним из вариантов выполняет свои семь восемь часов сна это спать днем как это ежедневно делали джон кеннеди или томас эдисон второе это утренняя медитация несколько минут на медитацию каждое утро позволит настроить себя на волну ясности и концентрации одной из форм такой медитации может быть воспоминание о всех приятных людях с которыми вы имели дело и дистанционно благодарность им за участие в вашей жизни третье это физическая активность о пользе упражнений для производительности работы мозга а также противодействию стресса уже сказано очень много однако даже в америке только менее трети взрослых людей находят время для физических нагрузок впрочем приучить свое тело к ежедневной нагрузке несложно если превратить упражнение в одну из ваших утренних привычек попробуйте делать упражнения хотя бы три дня подряд и на четвертый этот ритуал начнет превращаться в вашу автоматическую привычку четвертое 30 грамм белка донат лайман это один из главных диетологов америки считает что 30 граммов это оптимальное количество протеина на завтрак для этого можно есть яйца семена бобовых творог мясо или протеиновые коктейли белок медленнее других элементов расщепляется в желудке а поэтому дольше держит вас в форме принимать его лучше через 30 минут после пробуждения пятое это прохладный душ холодный душ улучшает иммунитет способствует оздоровлению кровеносной системы лечить депрессию лучше чем любые лекарства нейрохимические реакции после контакта тела с прохладной водой помогает чувствовать себя счастливым существует естественный страх перед холодной водой однако лишь 20 секунд адаптации позволяет организму чувствовать себя хорошо даже под прохладным душем шестое это сеанс саморазвития вместо любых развлечений перед рабочим днем выделите время на порцию образовательной информации люди сегодня больше не могут остановиться в своем обучении а следовательно чтобы прочитать хотя бы книжку еженедельно следует находиться в расписании окно для чтения вариантом усвоения текста могут быть аудиокниги которые вы прослушаете по дорогу на работу или во время прогулки седьмое это список целей всегда сверяйтесь со своими краткосрочными и долгосрочными целями простое напоминание этих пунктов проложит удобную колею для вашей продуктивности и нацеленности на весь день достижение цели является почти наукой однако обычное удержание их фокусе внимания станет хорошим фундаментом для вашего движения в правильном направлении восьмое одна долгосрочная цель поставьте себе задачу на день продвинуться в выполнении хотя бы одной вашей долгосрочной цели пока мелкие и наглые ежедневные дела не завоевали ваше внимание поймите сколько километров вы сможете преодолеть за сегодня масштабе всей вашей жизни сделайте это утро вместо постоянного откладывания на завтрашний вечер